всем привет сегодня я в такой необычной для вас позе во время готовки сидя за столом потому что рецепт очень легкий но очень вкусный салат странное название вы наверное прочитали салат который называется по шерстобитовский шерстобитовский салат называется он так потому что у меня моя подруга юности человек с которым я учился посвятил практически большую часть своей жизни как другу это одна из моих подруг татьяна шерстобитова так получилось что у нас раздела судьба она осталась в городе перемея я давно уже проживаю москве но все равно поддерживаем связь и тут совершенно недавно исполнил салат по-шерстобитовский почему мы назвали его так потому что однажды мы пришли из института жили мы в одном блоке и она говорит приходите будем кушать салат и мы так удивились компоненту что там внутри мы сначала боялись абсолютно действительно это есть пробовать потому что она положила все что было в холодильнике студенческое время она это все положила просто в один салат перемешала заправила майонезом и подала на стол и мы так долго на это все смотрели но голод не тетка тем более студенческое время поэтому мы решили попробовать этот салат и были приятно удивлены тем то что он безумно вкусный он во первых готовится очень быстро продуктов нужно не так много практически всегда все это есть холодильнике и попробуйте приготовить сегодня я покажу какие продукты вам нужно для одного салата то есть сотейника так скажем на 4 человек а буду готовить потом на 1 смотрите нам нужно с вами вареная колбаса здесь у меня где-то 300 грамм вареная колбаса затем нам нужно маринованные огурцы прошу прощения маринованные огурчики потом нам нужны нам нужен зеленый горошек зеленый горошек обязательно смотрите чтобы мозговых сортов чтобы он был мягкий даже если дешевый час из дешевые горошки и на них сзади написано мозговые сорта значит берите хоть за 25 рублей и нам понадобится корейская морковка и для заправки нам понадобится с вами майонез я взял себе вот такую тарелочку здесь кстати тоже примерно пол килограмма в этой тарелке из этого я ел суп уже поэтому я знаю сколько здесь залазит и вылазит ну что ж приступим готовить чтобы это получилось у нас одним кадром быстро и чтобы вас не задерживать в общем в чем прикол прикол в том то что значит здесь все продукты кроме естественно горошка и морковки они нарезаются в соломкой то есть вам нужно нарезать соломкой остается что это огурцы и колбаса огурцы и колбаса так но здесь 300 грамм давайте возьму например ну грамм грамм я не знаю сколько 34 так 300 грамм где давайте где-то 300 150 грамм я и возьму 150 грамм возьму убираем кожицу разрезаем колбасу сначала на слайсы можете этот салат попробовать заправить со сметаной я не знаю как это будет на вкус или заправить 5050 я буду делать классический шерстобитовский салат так вот такие слайсы у нас получились теперь нам нужно их разрезать я наверное их разрезу длинненькие которые вот так вот напополам и теперь нам нужно их и разрезать на на такие кубики не за как это называется что из головы все выпало подскажите как это называется я не знаю кошку мне сходит с ума самое интересное у вас так у кого из кошка поднимите руку пока я тут режу с вами болтаюсь не такой формат болтания готовки болтания хозяйки за столом в общем что у меня кошка делает спит лежит нафиг и никто не нужен кто вы что вы зачем как только ты садишься за стол начинаешь готовить или тем более ты начинаешь есть начинается мяуканье кряканье вяканье демонстративная ходьба к тарелке от тарелки начинает извините не к столу сказано мешать свой туалет передвигая силикогель с одной стороны в другую рыть какать писать все что угодно она начинает делать лишь бы видимо на нее обратили внимание я не знаю если это у меня такая кошка специфическая или это у всех кошки такие вот у кого из котята или кошки или коты расскажите мне пожалуйста так это у вас происходит или нет котенок так и вот получается еще мы дорезаем так что дальше колбасу мы с вами дорезали вот у меня получилось практически уже вся тарелка занята видите большая часть теперь нам нужно взять также огурчики зависимости от того какой остроты вы хотите хотите больше остроты кладите больше огурцов хотите меньше остроты кладите меньше огурцов салат кстати такой что можно его подать и на новогодний стол вы попробуйте приготовьте а потом порешайте возможно этот стол возможно этот стол да этот стол ваш стол произведет произведет фурор этим салатом и вы потом еще будете скрывать из чего все это сделано режу разными ножами потому что как я сказал что нож у меня мой кирдык отломался ручка купил новый нож кстати кто смотрел видео фикс прайса вот тот самый нож не берите никогда этот нож потому что лезвие посмотрите лезвие плохое но все ходит ходуном тупое тупой сам нож во первых во вторых скажете надо наточить да я его пробовал наточить нифига не натачивается очень плохой нож поэтому сейчас так скажем в поиске ножа потому что нужно будет резать вообще готовить и не могу без без ступым ножом и вот такими вот маленькими ножами ничего не склеивается все режется крупно не нужен хороший нож поварской который у меня был чтобы им видите что происходит вообще не режет нож не это все должно быть нарезано такой знаете соломкой тоненькой примерно вот соломка это называется точно это кто-то из вас наверно мне послал мысль как это называется как я резал колбасу соломкой брусочками вот и конечно были тогда удивлены что то я нарезала этот салат приготовила и надо же мы так удивили что действительно из тех компонентов которые бывают у студентов это колбаса корейская морковка в то время была вообще модная и что там огурцы ну горошек то где-то видимо завалялся очень было вкусно попробуйте сделать конечно вообще я вспоминаю свое студенчество так таким добрым словом не было интересно учиться конечно вот на режиссуре это было необычайно сначала сложно когда были всякие вот эти знаете предметы типа литература общеобразовательные предметы по сто раз мы проходили сначала в колледже одно и то же медицинском потом в институте поступил в академию культуры и опять то же самое практически поэтому пока я с вами болтаю снимаю одним кадром у меня уже нарезаны три огурчика немаленьких теперь у меня практически полностью тарелка занята посмотрите сверху потом я это взвешу и скажу примерно сколько у меня получилось но это будет уже в следующем видео наверное так теперь что мы делаем теперь нам сюда нужно открыть горошек зеленый горошек не порезаться быть горошек берем ложку и вот сюда мы отправляем если вы будете полноценный салат делать как я вам показал банка примерно огурцов 300 350 там было грамм вареной колбасы здесь у меня сколько получается 300 грамм морковки в это все в один чан и вот банка банка горошка все в один чан я готовлю на одного себя потом кстати буду снимать монбанк можете посмотреть мое следующее видео вот я сюда положил на примерно сколько здесь но вот три не три четыре наверно четыре ложки зеленого горошка и теперь нам нужно сюда последний ингредиент добавить этом корейск морковка по-корейски но вот тоже так положим примерно половина здесь значит получается где-то 200 грамм что ли 150 грамм 150 грамм фифти-фифти закрываем последний ингредиент это так скажем не градиента соус это майонез не добавляем сюда добавляем майонез чуть-чуть сейчас такая фишка в интернете готовим новогодний салаты без майонеза да люди всю жизнь ждут этот новый год просто поесть майонез ложками а будем новогодний салат без майонеза худеть будем после нового года после рождества браться когда появятся овощи свежие помидоры огурцы ходить на рынок можно будет и садиться на хорошую диету посмотрите целый чан целый чан получился теперь нам нужно это все перемешать ну вот а теперь посмотрите какой салат аппетитный у меня получился салат по-шерстобитовски обожаемо вкусный и восхитительно хорош вот такие вот я применил к нему существительные прилагательные потому что действительно салат безумно вкусно пахнет таня если ты не смотришь огромное спасибо тебе за рецепт я помню его и приготовил в этот салат можете подать к новогоднему столу всем приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и рассказывать о моем канале вашим друзьям ставьте пальчики вверх и там внизу ставьте колокольчик чтобы получать от меня уведомление что я выпустил новое видео всем пока пока а тот кто хочет увидеть как этот салат буду есть ну банк смотрите следующее видео пока